МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цель производства, она сформулирована была Лениным в подготовке первой программы РСДРП в 1903 году. И эта же цель воспроизведена во второй программе партии. В 1919 году программа РКПБ, Российской коммунистической партии большевиков. И эта же цель выброшена из программы КПСС в 1961 году. И с ней связана ликвидация социализма. Ну, понятно, цель другая, другой строй. И записано было следующее еще в 1903 году и потом повторялось. Вот, скажем, Сталин довольно долго был руководителем государства. Ему в голову не приходило поменять цель производства. Производство при социализме идется с целью обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Обеспечение полного благосостояния, потому что благосостояние может быть, а человек деградирует. Потому что обеспечение благосостояния – это создание условий для развития. А надо поставить целью не только создание условий для развития, но и само развитие всех членов общества. Поэтому и развитие не отдельных членов общества, а именно всех членов общества – тогда это будет цель производства. И цель производства единая и для низшей фазы коммунизма, и для высшей фазы коммунизма. Но вот на смену этой формулировки в 1961 году пришла другая формулировка. Еще более полная цель производства при социализме, еще более полное удовлетворение потребностей советских людей. Советские люди выпивают? Ну пусть все больше пьют. Курят? Я видел, как вы курили. Никита Сергеевич вам советовал бы больше курить, все более полное удовлетворение растущих потребностей. Так что вы подпадаете под формулировку 22-го съезда. А свободное, в том числе, свободное от всяких привычек, между прочим, свободное, да, вредных. Свободное, всестороннее, а не ущербное, не одностороннее какое-то. Развитие всех членов общества, а не некоторых. Один товарищ со мной встречался, профсоюзник с Урала. Я ему на прощание говорю, но вы имейте в виду, что в коммунизм у нас уже люди заходят по отдельности и в разное время. Вот Абрамович разошел. Но это противоречит цели коммунистического производства, потому что она говорит о полном благосостоянии и свободном всестороннем развитии всех членов общества. Ну и как показывают, вот если мы посмотрим даже документы КПК, значит, не мешало бы и хорошо было бы, если бы там то, не просто говорится, что она основана, прежде всего, деятельность КПК на идеях марксизма-ленинизма. Это на первом месте стоит. Ну из этих идей главное-то надо взять было бы. Хорошо было бы, правда? А не только говорить о специфике. Вот если говорить о том, что вот есть рыба, есть другие животные, есть люди, ну можно о людях говорить, а можно говорить просто о любых животных. То есть как-то нужно понимать, что закон это социализм и коммунизм, и строительство, они едины. А специфика всегда есть она, без специфики не бывает. Так сразу и говорит, что социализм здесь строится в Китае. Так ясно, что не с Корейской же специфика будет. А если в Корее, то не с русской же спецификой. Так. Что у нас теперь в вопросе о государстве? Есть какие-то вопросы по вопросу о государстве? Что здесь непонятно? Или все тут понятно? А, пожалуйста, вот. Определение Энгельса о военной демократии, военной демократии это тоже часть? О чем? Военной демократии. О военной демократии? Что такое демократия? Демократия что такое? Это понятие государства. Нет, демократия это что? Власть народа. Кто это вам сказал? Вы сказали. Нет, демократия это форма государства. Форма государства. Форма государства. А государство мы знаем, что такое. Поэтому хоть военная демократия, хоть не военная, это все равно форма государства. Это диктатура определенного класса. Но это же во время первобытного общества. Во время первобытного общества военной демократии не было. государства не было поэтому не было там военной демократии это нет это дело в том что вы наверно берете этап разложения разложение в общество первобытной общины у кого-нибудь совсем другое дело когда он разлагается до переходит к чему он переходит после первобытной общинного общества блоков владельчика вот значит не переходе что мы имеем вот разные всякие формы этого перехода вот эти формы перехода они могут называться становлением по владения вере становлением народа число государство то есть кажем военной демократии как форма становления ареста др, не готовы А ещё военная демократия, она же была убрана при переходе после пропадения и они потом включили когда они... Тогда опять получается. То есть всякая демократия, она классовая же. Поэтому они... Это военная демократия какого класса уже? Того класса не было. Равладельцев уже нет, значит другая. То есть военная. А военные в всех интересах действуют. Так. Ну что ж, у нас тогда... Ну тогда надо уже всех переходить. Но мы ещё не всё разобрали. А прокуратура чем занимается? С милицией понятно, полиции. С чиновниками понятно. Так. Загонодательные органы исполнительности. Этим тоже, я думаю, понятно, да? Загонодательные исполнительные. А вот для всех государств практика разделения властей характерна. Или не для всех? Не для всех. Для советского государства это не характерная практика. Всё-таки одновременно советы были органами и устанавливающей законы и проводящими их в жизнь. Почему? Потому что советы формировались из депутатов по принципу не территориальному, а по принципу производственному, от трудовых коллективов. В программе было записано во второй программе, что власть формируется не по территориальным округам, государственная власть формируется не по территориальным округам, а по производственным, по представительству от производственных единиц. Скобка, завод, фабрика. Ну и если, скажем, товарищи, которые участвуют в деятельности советов, они принимают законы и участвуют в выполнении законов. Это и есть ликвидация разделения. А разделение к чему приводит? Разделение приводит к тому, что те люди, которые не собираются выполнять эти законы, они их плодят бесконечно, много. И не очень хорошие, потому что они не проверяют их на практике. А те люди, которые выполняют, им безразлично то, какие законы принимают, они даже и не знают, чем руководствуются те, кто принимает. Вот особенно это видно на практике судебных приставов. Судебные приставы не интересуются так заведено решениями судов, они даже их и не берут. не только мотивами этого принятия решения, но и вообще решения, никакие к ним не поступают. Суд выдает по просьбе победившего в судебном процессе исполнительный лист. С исполнительным листом идет к старшему судебному приставу района и дальше судебный пристав исполняет. Это не его дело. Правильно, неправильно, нужно, не нужно. Теперь количество принятых решений, если бы суды сами исполняли, в советское время так и было, суды исполняли. То есть были судебные приставы как часть судебной системы. Сейчас они выделены в отдельный, есть институт судебных приставов, они не подчиняются судам, у них отдельная совершенно система, поэтому количество судебных решений никак не стыкуется с количеством судебных приставов, которые в состоянии выполнить, исполнить эти решения. А именно, скажем, эти решения нужно исполнить в соответствии с законом, это требует определенного количества времени. То время, которое для этого требуется, гораздо больше, чем есть время у тех людей, которые работают в службе судебных приставов исполнителей. Я это знаю, потому что участвовал в создании профсоюза судебных приставов в Санкт-Петербурге и знаю, что самым главным требованием профсоюза судебных приставов исполнителей было применение, приведение в порядок нормы, трудовой нормы, сколько часов требуется на одно исполнительное производство, потому что число исполнительных производств таково, что все их выполнить нельзя. А что из этого может следовать? Вы приходите и спрашиваете, как выполнить вот ваш исполнительный лист? Ну я все же не могу, у меня хватает такая пачка. А вы думайте, как сделать, чтобы я ваши именно выполнял? Не придумали? Идите домой. Кто придумал, зайдите ко мне в ту комнату. То есть это тоже почва для чего? Для той же самой коррупции. Так, вот понятно, чем занимаются судебные приставы. А чем занимаются системы исполнения наказаний тоже понятно. А вот чем занимаются прокуратура? Кто-нибудь может сказать? Следит за всеми людьми государственных граждан, чтобы они не нарушали закон. Следили, следили, слежка такая. А что, они сыщики, что ли? Контролируют. Контролируют. Чтобы они не нарушали. Да. Можно так сказать. Но вообще, строго говоря, не совсем так. Это прокуратура осуществляет контроль за единообразным исполнением законов во всех сферах. Единообразно. И чтобы не трактовали в разных сферах по своему закону. Все должны следить за исполнением законов по идее. Правда? Прежде всего это для этого и есть исполнительная власть. Правильно? Для этого и есть за единообразным исполнением закона. За единообразным. Чтобы не получилось, что здесь так трактуют, а там так трактуют. А если в трактовке кто-нибудь там сомневается, он может обратиться куда? В Конституционный суд. Если речь о трактовке закона, понимании закона, что он считает, что этот закон не соответствует Конституции, тогда он должен обращаться в Конституционный суд. Хорошо. Ну вот теперь политика. Следующая тема – политика. Что такое политика? Кто-нибудь может сказать, что такое политика? Конплекс действий направленный на комплекс Комплекс чего? Конплекс действий государственной власти направленной на обеспечение правящего класса. Так думайте. А что, у подчиненного класса нет политики? И ну только что, тогда ваше определение не годится задать. Я не правящего, а определенного класса. Тогда что это? Политика. Конплекс целенаправленных действий направленных на заключение интересных определенных организаций. вы не работали в каких органах там, где много бумаг пишут? Нет? На такое впечатление, что работали. Ну как-то где такой скучный такой язык у вас в этом смысле? Что это такое? комплекс действий у вас? Вы лист для искусства управления государствами? искусства. То есть науки никакой тут нету. Понял? Понял? И нечего нам это изучать. Потому что искусство значит, если вы владеете, так владеете. Если они владеют, так и не владеют. Что об этом говорить? Кто умеет, тот знает. А кто не умеет, ему и нечего знать. Искусство. Здорово. Значит, мы с вами рассматривали государство как орган классовой борьбы. Правильно? Орган классовой борьбы какого класса? Господствующего. А другой класс борется с этим господствующим классом? Борется. Идет борьба класса? Борется. Так вот, эта борьба классов, которая связана с использованием аппарата государственной власти, представляет собой политику. Значит, политика это классовая борьба, классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти вот обратите внимание что определение политики двусторонние то есть политику можно вести один класс может другой и политика классов прямо противоположная но во первых они в единстве находятся лишь в борьбе а борьба это то что связано с противоречием а противоречие имеет не только единство не только различия противоположных сторон но и единство поэтому не может быть закат отстраненная политика не связанная с борьбой с противоположным классом и вот эти две стороны противоположные они не одинаковы господствующий класс одну задачу не решил политики правильно какую у него государственная власть есть в руках он обладает государственной властью его задача теперь в чем состоит асу и удержать и осуществлять мы сейчас только что перед нами в россии во время выборной кампании была развернута картина борьбы за удержание государственной власти но удалось удержать нашей буржуазии власть вот так вот наша какая буржуазии хорошая она могла удержать власть раньше была плохая у нас буржуазия не смогла удержать власть а другой класс другой класс у него тройная задача надо во первых завоевать государственную власть эту государственную власть или свою создать свою потому что потому что вот как выяснили маркс ангельс давно нельзя просто захватить государство и пустите и его вход для своих целей то есть надо как они говорят разбить уничтожить разрушить этот государственный аппарат и создать иной приспособленный для тех целей которые ставят перед собой эксплуатированный класс но вот дальше этого не продвинулись маркс ангельс хотя эти вот была парижская коммуна но парижская коммуна была в одном городе и такие формы которые открыла советская революция она еще не дала а советская революция открыла новую форму или форму универсальную форму диктатуры рабочего класса а именно не просто выборы по территориальным округам а выборы по производственным единицам по фабрикам и заводам изначально советы появились в городе иваново в 1905 году по представительству от статичных комитетов не от таких каких-то органов которые не имеют никакой силы а статичные комитеты могут остановить производство на своем заводе в любой момент поэтому вот эти органы которые были созданы по представительству от статичных комитетов различных заводов и образовали такие органы и таких органов таких советов было довольно много семнадцать советов было в пятом году создано и вот такие советы возникли не после того как была взята власть а сначала были созданы советы семнадцатом году потом в этих советах шла внутренняя борьба и эта борьба с легкостью могла идти по той простой причине что раз советы от предприятий то если предприятие меняет свою позицию они отзывают своих депутатов направляет новых ничего подобного парламентская демократия дать не может избрали депутатов они вам наобещали и все причем не только не отозвать невозможно на практике никакого депутата но в связи с тем что выборы идут по партийным спискам вы недовольны этим депутатам ну вот вам скажут ну вот будут новые выборы вы его не избираете а вы разве можете вам все нравится из партийного списка кроме иванова как вы можете удалить из партийного списка иванова никак и ничего страшного в этом нет то что на самом деле единица 0 в политике это ничего на не значит политики имеет значение политические партии поэтому вся эта вот система выборов демократических она и хороша для удержания для удержания диктатуры господствующего класса в данном случае буржуазного а если вы хотите чтобы у вас была диктатура полетариата так вот вам надо обеспечить контроль за своими представителями а контроль пустое дело если я не могу вас отозвать вот если я могу вас в любой день отозвать из числа депутатов это контроль я могу с вами поговорить и вы должны пообещать а я должен спросить а вы не выполняете что мы делаем принимаем решение об отзыве депутата от такого-то предприятия его больше нет в этом органе и строго говоря скажем городской совет петроградский не волнует что я не пришел иванов но перед петров пришел от этого завода а если петрова отозвали на следующий день ну сидоров пришел то туда важны чтобы от этого завода был представитель то есть советы это представительство от коллективов заводов и фабрик от производственных единиц, а если сменился климат политический, если эти заводы и фабрики встали на сторону большевиков. Соответственно, меняется и состав Совета. Что мы имели в 2017 году? В 2017 году мы имели большевизацию Советов, начиная с сентября месяца. С того месяца, когда стало понятно, что и не только буржуазные партии, но и мелкобуржуазные стоят на позициях этой империалистической войны. Они не требуют передачи земли крестьянам, не дают никакого облегчения рабочему, и поэтому только большевики выражали чаяние широких трудящихся масс, и тогда на их сторону стали переходить. А, во-первых, многие военные или советы военных организаций, скажем, в войсках Северного фронта Совет стал большевистским. Петроградский Совет стал большевистским. Теперь Совет Московский стал большевистским. Петроградский гарнизон тоже стоял на позиции большевистских, поддержки большевиков. И образовался такой мощный кулак, который позволил поставить вопрос о чём? Не о том, чтобы взять и порушить старую власть. Это само собой. Порушить это ещё не сделать. Можно ведь порушить, и ничего на этом месте не получится. И появится снова такая же буржуазная власть. Потому что таких людей, которые хотят стать капиталистами, очень много или служить капиталистам. А вот советы оказались тем государственным аппаратом, который в момент мог превратиться в государственный аппарат диктатуры пролетариата. Причём в нём совмещались функции как раз и издания законов, и исполнения законов. Потому что это люди были, которые не теряли связь с производством, не теряли связь со своим классом. Поэтому это делало сами законы близкими для трудящихся, и исполнение облегчало, потому что они не принимали такие законы, которые они собираются выполнять. Поэтому можно сказать, что подготовка аппарата нового государства проходила при капитализме. При капитализме же были созданы советы. Причём первые советы были эсеры меньшевистские в 1917 году. В 1905 году вполне большевистский там был совет в Иваново, а тут был эсеры меньшевистский совет. И вот эсеры меньшевики созвали первый съезд советов. Или большевики созвали? Эсеры меньшевики созвали. И где проходил первый съезд советов? Не знаете? Выходите из университета на кадетской линии. Она съездовская называлась поэтому. Долго-долго. Но чтобы не знали люди, что она съездовская, её переделали в кадетскую. Вот на этой съездовской линии, если вы дойдёте там до съездовской линии, и пойдёте к набережной. Вот не доходя до набережной, с левой стороны там доска висит. И говорится, что вот в этом здании в 1917 году, в июне, проходил первый съезд советов, на котором дважды выступал товарищ Ленин. И в первом своём выступлении вопрос о том, а есть ли такая партия в России, которая готова взять власть. Он выступил и сказал, что есть такая партия. Но советы были эсерами-шевистскими. Как к ним относилась, тем не менее, большевистская партия? Положительно. Положительно. Почему? Потому что это эти органы, которые устроены так, что они могут отозвать тех, кто отходит от интересов трудящихся, и направить в эти органы тех, кто выражает интересы рабочего класса. Поэтому они внутренне преобразовывались. И если советы были сначала эсерами-шевистскими, когда они были созданы, то начиная с сентября, когда во время Корниловского мятежа единственной силой, которая решительно выступила против контрреволюции, оказались красногвардейцы, направленные большевиками. Большевики создали Красную Гвардию. И после этого авторитет большевиков, как единственных спасителей революции, резко вырос. Кроме того, это единственная партия, которая обеспечивала и пообещала крестьянам землю, если она придёт к власти. Весь вопрос был в том теперь, что будет за революция. Или сначала будет вот советы. Советы бы приняли решение, что надо не изложить, допустим, временное правительство. Вообще это не факт, что они бы приняли такое решение. Советы – это такой орган, который сразу такие решения быстрые может и не принять. А могло получиться так, что решение он принял, люди разъехались, а после этого установилась такая власть, когда уже никакие съезды Советов больше не соберутся. С другой стороны, если бы Петроградский Совет взял власть, а он был в состоянии взять власть. Почему? Потому что в войсках Северного фронта поддержка, потому что Петроградский гарнизон поддерживает, соответственно, Петроградский Совет может тут управлять в городе, а силой Временного правительства сводится к женскому батальону и юнкеров, группка, с которыми воевать нечего, они не способны против... Ну, как вы можете представлять себе войну между Петроградским гарнизоном и женским батальоном? Или юнкерами еще? Не серьезно. Поэтому никакой войны и не было. Поэтому если вы начнете искать жертвы, где похоронены жертвы Октябрьской революции, то, в общем-то, вы не найдете. С одной стороны, есть кладбище большое на Марсовом поле, это жертвы буржуазной революции. Там более тысячи человек похоронено. А где похоронены жертвы Октябрьской революции? Я вот знаю, например, три могилы, которые в парке Листехнической академии. Наверное, кто-то стрельнул. Но это гораздо меньше, чем у нас каждый день гибнет в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому, конечно, надо такую революцию в Октябрьскую считать мирной революцией. Это во-первых. Во-вторых. А что касается гражданской войны, то ее всегда открывают не те, кто завоевали власть, а те, кто потеряли власть. Если я власть завоевал, мне нужна гражданская война? Ну, я уже все забрал. Зачем мне гражданская война? Я вот теперь вами буду управлять. А вы не хотите, чтобы я вами управлять. Вы тогда поднимаете гражданскую войну и пытаетесь меня обратно в Россию отобрать. Правильно? Поэтому всякая гражданская война после революции, она устраивается теми, кто власть теряет. И удивляться этому, и Ленин не удивлялся, что люди, которые имели в руках все богатства, и вдруг они их потеряли, чтобы они не предприняли никаких попыток возврату этих богатств, таком не может быть. И помещик, и капиталисты, конечно, прибегли ко всем средствам, чтобы отобрать власть назад. Но сила-то как раз Совета была, что не надо было ехать куда-то в другой край огромной России и говорить, что вот создавайте там такие-то органы. Достаточно было сказать, что создавайте Советы по представительству от фабрик и заводов или других производственных предприятий. И этим Советом принадлежит в России вся власть. Не знаю ни фамилии, не знали ни имени. Во всех городах и весях огромной России, самой большой страны мира. У нас все равно самая большая страна. Вы скажете, что люди ценнее, чем территория. А я не спорю. Если это хорошие люди. Ну вот. Ну вот. Так получилось, что если Маркс и Энгельс говорили, что надо сломать государственный аппарат, они не знали, как будет устроено государство. То вот народ в России, рабочий класс России открыл. Открыл новые органы или естественный аппарат новой власти. Потому что если буржуазия создает себе парламентскую систему, которая ей гарантирует при всех выборах победу, потому что на площадях и улицах деньги решает все. То если речь идет о власти от фабрик и заводов, то здесь, конечно, решают сами трудящиеся, сами рабочие. Поэтому вот в этом, можно сказать, состоит устройство диктатуры пролетариата, и диктатура пролетариата и советская власть соотносится так, что советская власть – это форма диктатуры пролетариата, а диктатура пролетариата – это сущность советской власти. И для прочности революции очень важно это великое завоевание усвоить. К сожалению, я мог бы сказать, что китайские товарищи плохо это усвоили. Но я мог бы сказать и другое, что это плохо усвоил даже товарищ Сталин. И советские товарищи это плохо усвоили, потому что они под советской властью понимали власть, больше понимали власть коммунистической партии и забыли, что советская власть – это органы, которые формируются по фабрикам и заводам. И уже в 1936 году на волне больших побед социалистических в СССР в Конституции преобразовала власть. И с 1936 года у нас вместо органов, которые формируются по фабрикам и заводам, стало обычное, появилась обычная парламентская демократия, но под названием Советы. А что обычное? А в том, что по территориям стали выбирать. А по территориям избирать можно, а отозвать невозможно. Невозможно отозвать, потому что появлялись большие округа, и выборы шли прямо, напрямую, и это характеризовали как великое достижение демократии, что у нас прямая демократия, что человек может прямо взять и избрать кого-то в Верховный Совет. Может избрать, да. Вы можете хоть на Луну избрать. А можете вы отозвать из Верховного Совета? Нет. Ну, как вы можете? Как вы себе представляете? Вы можете собрать всех, кто в вашем подъезде живет? Я могу. Дайте автоматы, я заберу. Другого способа нет. Как вы думаете, вот избранные управляющие компании в жилконторах, кто-нибудь, на самом деле, где-то были собрания? Нигде их не было. Прошла тетенька с листочком. Подпишитесь, что вы согласны за Иванова, управляющую компанию. Вы подпишитесь, подпишитесь. Ну, можете сами ходить. Не хотите, подпишитесь. Так прошли, подписали. То есть, никаких собраний не было, никакой этой демократии не было. Просто появились управляющие компании, как некоторый посредник, между жильцами и теми, кто с них трясет деньги. Ну, и часть этих денег попадает в карманы этих управляющих компаний. Вот и все. И это все, в общем, знают. И никакого выхода отсюда нет. Поэтому это доведенное до самого низа, это вот система избирания по территории. По территории, по жильцам, от населения, а не от трудящихся. А советы – это органы, которые образуются по представительству от коллективов. Ну вот, я не знаю, как в Китае, может быть, в Китае есть какие-то начала этого избрания от коллективов трудовых, но пока вот я свидетельствую не знаю. В Корее я был северный, там этого нет. Поэтому это все ставит, эту власть, про которую говорят, она просуществует тысячу лет, это ставит ее под большой вопрос, потому что если нет отзыва, вот то, о чем вы говорили, может быть, есть поколение, потом дети этих людей, потом дети этих детей, власть может перерождаться. Единственной гарантией от перерождения является не просто участие, а еще возможность отозвать. От того, что я участвую и вижу, что вы занимаетесь не тем, но не могу это никак отозвать, это значит, что это ущербное демократическое право. Настоящая демократия имеется тогда, когда я не только избирать могу, но могу отозвать. Вы мне наобещали из трекорба, я за вас проголосовал, вы пришли и стали накачивать себе деньги в карманы и в мешки и закладывать, а я вас критикую, 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 а вы даже разрешаете критиковать, пусть критикуют. Продолжайте, да, да, вы правы, так сказать, да, хорошо. Поэтому у нас с 36-го года примерно до 86-го до времени Горбачева сколько прошло лет? 50. Если 50 лет никого нельзя отозвать из всей системы из всего государственного аппарата, никого невозможно отозвать, никого. Значит, что происходит с этим государственным аппаратом? Он заражается теми людьми, которые не просто имеют такие свойства, как бюрократизм, карьерист, ведомство, это люди, которые уже ориентируются не на тех, кому они должны служить, а на самих себя, а на свои личные интересы. И это подтвердила история контрреволюции в СССР вполне. И куда люди пошли, которые стояли на верхних рычагах государственной власти стояли? Они что, их в тюрьму посадили, буржуазь, да? Нет, из нее и выросло буржуазь, из этих людей. А вот там секретарей обкомов, они в банки пошли. А директора предприятия, они стали предпринимателями. Я это очень хорошо знаю, потому что я в 1990 году был членом Ленинградского обкома КПСС, здесь я остался профессором, это вот были на общественных началах, разумеется, я не был в партийном аппарате. Но я имел право голоса, был членом областного комитета партии, и я поставил вопрос об исключении из партии Горбачева и его фракции, проводящей антинародную антикоммунистическую политику. Как только я оставил вопрос, я увидел, что 17 человек из 200 проголосовало только за мое предложение. А все остальные, я их тоже увидел потом, они все где-нибудь разместились. в банках, на предприятиях и так далее. Они со мной знакомы и здоровы, и себя тоже с ними знакомы и здоровы. Но я знаю, где они были и где они находились. То есть, это не те люди, которые в такое тяжелое время пошли к рабочему классу, стали организовать борьбу против приходящей буржуазии. Нет, они составили эти самые элементы буржуазии. Самый, что ни на есть, ее слой. Это, во-первых. Во-вторых, никто во время нашей контрреволюции демократы ни одного коммуниста пальцем не тронули. Хочу вам доложить. Пусть не рассказывает, какая была страшная коммунистация. Она была страшной для народа, а для них не страшной. Они переставали быть коммунистами, как бы существо у них уже было некоммунистическое. Они давно уже выбросили диктатуру потерято, уже не только прятали, а вообще ее выбросили. И после этого они просто больше не одевали эту одежду и показали свое существо. И мы получили буржуазную диктатуру, причем прекрасно эту буржуазную диктатуру осуществляли. С одной стороны, генеральный секретарь коммунистической партии Советского Союза Горбачев, потом гражданин Ельцин, который был сначала секретарем Свердловского обкома партии, а потом секретарем Московского городского комитета партии. Поэтому это вот те люди, которые изменили тому, чему присягали. И, так сказать, остается загадкой, это что, они передумали, или они просто имели изначально другие намерения, а эту личину свою долго скрывали. Последнее, скорее. Поэтому никакого у них преобразования такого не было. А они превратились потом, никакого преследования не было за коммунистическую деятельность. Почему? Да потому что эти вот люди, которые осуществляли у нас диктатуру буржуазии, они были в партийном государственном аппарате. Поэтому не то, чтобы они оттуда убежали, но и пересели как вороны на... Когда их шумнешь, они, так сказать, полетают, полетают, и на другие ветки сядут. Они сели на другие ветки и стала другая структура власти. Вот так это оформлено и все. Пусть не рассказывают, как их преследовали. Никто их не преследовал. Буржуазия не преследовала никаких таких деятелей, которые находились в коммунистической партии на руководящих постах. Все они на самых первых ролях и стояли. Скажем, советники в некоторых банках это бывшие секретари обкома. А директор, например, университета марксизма и ленизма стал одним из учредителей Толион-клуба. А там, где сейчас Толион-клуб, там как раз был университет марксизма и ленизма и отделение рабочего актива, где я преподавал. Так что я заведовал кафедрой научного коммунизма в университете марксизма и ленизма. Я их всех знаю хорошо. А вот ваш декан, директор ныне, заведовал кафедрой международных отношений в университете марксизма и ленизма в Ленинградской обкома партии. Мы с ним, так сказать, коллеги. Так что у нас вот такие преобразования прошли, такие очень незаметные. Но мы-то были в сфере несобственности, не в сфере производства, так сказать, и продолжали, как говорится, свою научную и преподавательскую работу. А что касается партийных работников, аппаратных, они как бы из слуг рабочего класса превратились в одночасье слуг буржуазии. Это и называется переворот контрреволюционный. Никаких жертв тут не было, никто ни в кого не стрелял. А, например, товарищ Белов, который считается идеологом КПРФ, тогда имел, он был секретарем обкома, и он открыл и впустил старовой этого в Сумолье. А мог бы не открывать? Вот мы, например, три комнаты держали, народная правда в том, и политпрочем, мы туда никого и не пустили в эти комнаты. И нас все обтекли. Попытались ссунуть, а мы никого и не пустили. Ну, не пустили, а бить не принято было бить. Никто никого не трогал. Пусть не рассказывают страсти. Никаких страстей таких не было вот в этот период. А перерождение было. То есть вопрос об устройстве вот этой диктатуры пролетариата, об устройстве государства, каким оно будет? Либо это будет государство такого же типа, как парламентское тогда, а такие именно государства были во всей Европе. вот где рухнуло быстрее всего все. Что удерживает, так сказать, от обрушения в таких странах, как Китай, Вьетнам, Корея? Дело в том, что там был так называемый азиатский способ производства. Даже при частной собственности государственная власть должна была выполнять функции ирригационные, обеспечивать условия для производства риса. А для этого нельзя производить рис на одном только участке. Надо иметь каналы, надо иметь систему подачи воды, а это дело государственное, поэтому даже какие-нибудь мандарины должны были этим заниматься, а не только лежать, отдыхать, есть и пировать. Поэтому так вот как могло получиться в России, так вот там труднее сломать коллективистские такие начала, которые там есть. Это с одной стороны. А с другой стороны, и китайским, и корейским, и вьетнамским товарищам необходимо было бы принять на вооружение тот опыт, который был у Советской России, который растеряли товарищей уже в 36-м году. У нас, если брать, например, одну Нижегородскую область, в 35-м году по Нижегородской области было отозвано 300 депутатов. 300. А начиная с 36-го ни одного. Как выйти отзывать? Сразу идет Верховный Совет. А почему можно было отозвать? Потому что шли выборы в Совете в городской Совет, и городские депутаты могут быть отозваны сегодня в вашей конференции вашего предприятия. Собирайтесь и отзывайте. И вместо Иванова идет Петров. А вторая ступень – это представители городских советов делегируются на съезд советов, который вот сам он собирался тогда в 17-м году. То есть это не способ такой, что кто-то там сидит и организационный отдел какого-то обкома или ЦК эти вопросы решает. Нет. Собрались до городского уровня. Это можно сделать сами по своей инициативе. А с городского уровня избрались его представители и собрались в Москве или в Петрограде, в Ленинграде. И вот вам съест двухступенчатая система. А у нас давайте делаем прямую. А прямую так, чтобы один человек был от полутора миллионов. Ну, как вы его отзовете? Да никак. Даже если автоматом вы вооружитесь, то вам никак не собрать людей, которые избрали этого Иванова, и поэтому вам никак его не отозвать. Невозможно это. То есть Варис Шейн, который обратился к Матвиенко, которая тогда была вице-премьером по социальным вопросам, с вопросом о можно ли обеспечить каким-то образом при парламентской системе отзыв депутатов. Матвиенко ответила, парламентская система не предполагает механизма отзыва депутатов. И она права. Не предполагает. Поэтому вот такая опасность, с которой столкнулись мы в Советском Союзе, она существует и для Китая, и для Кореи, и для Кубы, и для Социалистической Республики Вьетнам, и для Лаоса, потому что вот эта система советов, которая была открыта русским рабочим классом, она не использована ее возможности, а надо бы ее использовать. Никакого запрета на распространение этого открытия у нас нет. И деньги платить за это не надо. А вот жизнями можно заплатить за то, что не используется тот опыт, который показал свою важность, нужность и истинность. к сожалению, потеря советского формирования органов власти привела к возврату к тому, что опять появились представительные органы, где там сидят люди и только пишут законы, исполнительные органы, где исполняют не знаю, зачем на какие законы написаны и чертыхаясь по этому поводу. И самое страшное, что никого невозможно отозвать. А раз никого невозможно отозвать, нет настоящей демократии. Если вы меня избрали, и как только вы меня избрали, я вам говорю, ну вот, ничего я это делать не буду. А если хотите, отзывайте меня, только отозвать меня невозможно. И всё, и вы заложников. И сразу весь народ в дураках. Поэтому вот эти все выборы, хоть собрание представителей, хоть и китайское, хоть и вьетнамское, хоть и корейское и так далее, если они не предполагают делегирование от предприятий и не дают вот этой ступенчатости, при которой снизу можно это построить, а не только сверху. А сверху, понятно, у нас сидел человек в орг отделе обкома и считал, женщин должно быть столько, молодых вот столько, рабочих вот столько, крестьян вот столько. Правда, я считал, поскольку они рабочих крестьян записывают председателя колхозов крестьян, рабочих директоров заводов, я как ни считал, списки опубликовали, какая профессия у кого, никак не получалось больше половины. То же самое внутри партии. Внутри партии, если вы возьмете численность всей партии, то вот при Брежневе такой вдруг целая волна такая была, что у рабочих стало все больше, больше, больше. Но значительно раньше в свое время товарищ Сталин объяснял Зиновьеву, что вот Зиновьев требует, чтобы расширили прием в партию за счет рабочих. Сталин говорил, что если мы еще расширим за счет новых рабочих, у нас сейчас в партии те рабочие, которые имеют рабочую закваску, которые впитали в себя эти классовые характеристики, они уже имеются. А если мы еще расширим, то попадут туда рабочие, которые вчера были крестьянами, то есть мелкими буржуа. И наша партия, при том, что в ней будет больше рабочих, станет мелко буржуазной. При Хрущеве была такая практика, что 59% должно быть в партии из принимаемых должно быть рабочих. Поэтому, значит, принимали интеллигента и к нему, к этому интеллигенту столько рабочих, чтобы рабочих было больше. И получалось, что эти рабочие были просто как гарнир к всем интеллигентам, которые принимали к мартию. А вот эти рабочие как гарниры, они никакой существенной роли партии не играли, потому что они никаким авангардом классно не были. И если вы это расширяете за известные пределы, то получается обратный результат. То есть, вопрос о диктатуре рабочего класса, он поэтому очень сложный. То есть, как ее осуществить, потому что не каждый рабочий может осуществлять. Вот поэтому, когда Ленин сформулировал в Великом Почине понятие диктатуры пролетариата, он не говорил, что весь рабочий класс может ее осуществлять. Он говорил, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся эксплуатированных во всей борьбе за полное уничтожение классов. То есть, можно сказать, вот есть рабочий класс, а есть класс городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих. А вот во весь рабочий класс входят и стопники, лыжных баз, и грузчики магазинов. Магазин «Березка» у нас был при Сапчике председателем исполкома вот такой гражданин, который вышел из грузчиков магазина «Березка», как бы из рабочих. Но эти рабочие оторваны от рабочих коллективов, от фабрик и заводов и так далее, и одиночка такой. Поэтому есть широкое понимание рабочего класса, как бы он одинаково страдает, он одинаково заинтересован в этих изменениях. Заинтересован, заинтересован, вот мы с вами одинаково заинтересованы, то я ничего не буду делать, а вы будете. Значит, вас надо выдвигать на линию огня, а от меня толку не будет. Если я буду, мне тоже будет хорошо, я заинтересован. Давайте, вы работайте, я буду хлопать. Поэтому мы прекрасно понимаем, что строительные рабочие вот в эту группу, о которой выделил Ленин, не входят. У нас строительные рабочие гастарбайтеры, сплошь и рядом. Они не связаны с рабочим классом в целом. Они отсталыми являются в смысле. Они готовы работать за любые деньги при любых нарушениях. Если их ударило чем-то или они упали, их вынесут за пределы стройплощадки. И поскольку их не оформили, никто не скажет, что они отсюда. Это случайно. Шел человек здесь и валяется. Их как бы нету. Это вот помещик мог бы заботиться, если вот вы мои крепостные, а вы заболели. Это я же от этого страдаю, если вы заболели. Надо вас как-то подлечить. Ну, вы заболели, но из Китая другой приедет. В чем проблема? Что такое? Зачем вас лечить? Пусть они там приедут, это вас забирают и туда пускай сюда приводят. Так у нас и получается. У нас же это не про Китай получается, но все равно восток. То есть, пожалуйста, приедут из Узбекистана. Нет, из Кайкизана, из Кыргызстана приедут. Посмотрите, дворники уже в Ленинграде все. Как подметать, так это не русские, так это кто-нибудь. А латыши едут куда? В Европу горшки мыть. 600 тысяч уехало из полутора миллионов латышских граждан. Скоро Латвия будет состоять из русских людей и, наверное, попросятся в Россию. Уезжают латыши молодые и образованные. Все предприятия крупные, какие были там, уничтожены, скажем, там выпускали электрички, рижские электрички ходили по всей стране. Да вот ВЭФ, приемники, еще некоторые видели такие неубиваемые, как сейчас бы назвали, неубиваемые приемники, ловят всегда и везде. Вот. Там же микролитражки выпускали. А сейчас что такое особое в Латвии представляет? Это умирающая страна аграрная. Она не аграрно-индустриальная, но аграрная страна. Аграрная страна, вы же знаете, никому не нужно никакое продовольствие в Европе, потому что они дерутся за то, чтобы продать. К нам везут. По-моему, масло, ну у нас вологодское масло, зачем нам рижское масло? В России тоже нет. Этот рынок тоже фактически для них закрыт. Иногда вы можете что-то увидеть. Литва тоже самое. Эстония кроме исландцев там ничего особенного нет еще. А там были крупнейшие предприятия очень крупные и большие. Вот. То есть вот это большая очень проблема. То есть можно говорить пролетарии всех стран «съединяйтесь», «Единство мирового коммунистического движения», «Мы в основе у нас положение марксизма и ленинизма», «А какое у вас основное положение марксизма и ленинизма? Об этом мы не будем говорить». Вот приедет товарищ, он ему объяснит, все. Дескать, мы же специально послали сюда, чтобы он сейчас все узнает, а нам все выдаст. Вы как бы шпион китайский у нас. Но такой коммунистический шпион, вот узнать все хорошее и сделать что-то. Это же хорошо, да? У нас же мы же не скрываем, прямо так вот излагаем, надо было вот не говорить, а вы выйдите, я расскажу про диктатуру. потерянный шпион. То есть для нас, вот для России, для коммунистов России это очень тяжелый опыт, потому что, как известно, разбитые армии хорошо учатся. Вы еще не разбиты, а мы уже разбиты. Мы не только побеждали, но и нас еще разбили. У нас опыт гораздо больше. У нас он гораздо более богатый. Мы не только знаем, что делать, но еще что и не надо делать. Вот что важно. Поэтому не надо во всем следовать нашим руководителям. Потому что наши руководители начали вилять и пошли потом не в ту сторону. И что они там понимают под главным марксизм и ленизмом? Это надо еще покопать теперь. Теперь и у вас надо даже выяснить, что. Я, например, встречался здесь с товарищами из Китая, которые к нам приезжают по линии научные. Они ничего из Мао Цзэдуна ничего уже не знают. И вообще не очень даже знают, что такое Мао Цзэдун. И о революционной борьбе китайского народа тоже не актика знают. То есть разные люди приезжают сюда для разных целей. Тем более бизнес большой существует. И почему не приехать на экскурсию в Россию? И из России почему не поехать в Китай? У меня, между прочим, книга в Китае опубликована на китайском языке. Поэтому у нас там очень тесные связи с китайскими товарищами. Математика в политэкономии. Моисеенко-Попов. Так. Ну вот. Мы с вами уже сформулировали, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание и удержание и осуществление государственной власти. И вот это вот понятие такое глубокое можно с одной стороны рассматривать, можно с другой стороны рассматривать. Но в нём самая душа вот этого понимания политики – что это классовая борьба. Хотя, вы можете прочитать такие высказывания, в том числе и у Ленина. «Политика есть концентрированное выражение экономики». Это правильно? Правильно. Почему? Потому что эта борьба за что ведётся? За экономические интересы. А раз за экономические интересы, то политика есть концентрированное выражение экономики. Буржуазия ведёт свою борьбу за свои экономические интересы, рабочий класс ведёт борьбу за свои экономические интересы. А мелкая буржуазия мечется между буржуазией и рабочим классом, поскольку она ведёт борьбу и за то, и за другое, потому что она и трудящаяся, она и собственник, и поэтому одни примыкают к рабочему классу, другие примыкают к буржуазии, а потом они мечутся, перебегают от одного к другому. Это, кажется, судьба мелкой буржазии – политика. Но вот если, скажем, есть такие люди, которые красивые слова говорят, которые для политики совсем не нужны, что я скажу, что самое страшное – это равнодушные. Бойтесь равнодушных. Нет, это не самые страшные. Равнодушные – это не противники. Это если мы взяли власть равнодушной за нас. Если вы взяли власть, равнодушные – за вас. Они же за вас будут голосовать, раз они равнодушные. Пошли и проголосовали. А если мы победили – за нас проголосуют. Поэтому есть же два таких выражения. Кто не с нами, тот против нас. А должно быть по-другому. Кто не с нами, тот за нас. Он не с нами, но за нас же. То нам не враг. А зачем вам плодить врагов? Вы хотите победить, а для этого надо себе нажить врагов? Вам нужно много врагов? Обращайтесь, найдём. Мы говорили о том, поскольку борьба ведётся за экономические интересы классов, вот выражением чего, и вот есть такое суждение, это суждение, это не определение политики, то понятно, что в зависимости от того, какие интересы прогрессивные, а какие реакционные, политика делится. Политика может быть прогрессивные, если это прогрессивные интересы, да? И реакционные, если это борьба за реакционные интересы. Поэтому можно, вот говорят, что политика – грязное дело. Это про кого? Про политику какого класса? Реакционного отживающего класса. Для его политика – грязное дело. Он должен изображать всё красиво, а на самом деле грязное наживо там, торгашество. Ну вот, к примеру, вот то, что мы наблюдали в Кемерово. Хозяин этой организации, развлекательного этого центра торгового, в котором был пожар, он живёт в Австралии. Итак, здесь есть, как он получил собственность над такой мощный развлекательный центр. Может быть, студенты какие-то скинулись из стипендий, я не знаю, как он набрал, каким путём. Будем считать, что вот ему бабушка прислала из Америки или ещё, в общем, короче говоря, купил. Значит, может он до этого так же сжигал, резал, убивал в 90-е годы, мы не знаем. Мы знаем, что трудом праведным такое получить нельзя, потому что от трудов праведных не наживёшь палат каменных. Это всем понятно. Как только видишь каменные палаты, значит, человек ворует где-то, где-то эквалифирует кого-то. Всё ясно. Вот пример перед вами. Я являюсь профессором Санкт-Петербургского государственного университета. Это немало. Это не нижняя часть, так сказать, общества, а, можно сказать, высшая часть. К ней я отношусь. Так? Значит, у меня есть и звание профессора, и должность профессора, и учёная степень докторская, и всё есть. Вот я получаю 54 тысячи рублей в месяц. И я получаю их не в простом университете, а в таком, в котором есть... Вы даже не знаете, что у нас есть. ОЦО. ОЦО. ОЦО – это очень серьёзная вещь. Вот если вы имеете... Вот у меня оклад считается 28 тысяч. Но есть ОЦО. ОЦО – это особо ценный объект у нас. Особо ценный. Вы попали в особо ценный объект. А раз вы попали в особо ценный объект, то, значит, к 28 тысячам прибавляется половина, 50%. 14 тысяч. Это уже теперь у меня должностный вклад ОЦО. С ОЦО. Потом пойдёт за докторскую степень – 1000 рублей. А ещё ОЦО – 500 рублей. За должность профессора – 1000 рублей. А ещё ОЦО. Всё писать. А за звание профессор – ещё 1000 рублей. И ещё ОЦО. Так, ОЦО, ОЦО. И вот, и на ОЦО. И что вы думаете, я могу купить... Какое там развлекание? Могу я купить, как вы считаете, жильё? Самое дешёвое. Самое дешёвое жильё, какое продаётся в городе, я купить не могу. Но у меня есть 5,48 владения в развлеве. Я частный собственник. А у тёщи моей 55,48. Нет, 55,8. У меня доля, у неё доля. Я мелкий частный собственник. Земли у меня нету, я совершенно... У нас земли нет, только владение вот в домах. И вы остановлены после пожара. Вот и всё. Ну и, как вы понимаете, для того, чтобы не существовать безбедно, это вполне достаточно. Но я не могу купить развлекательный центр. Поэтому я подозреваю, что такие люди, которые покупают и имеют развлекательные центры, что-то сделали. То ли они сами, то ли от их имени кого-то зарезали, у кого-то отняли. Помните, у нас были целые команды, которые ходили в 90-е годы, которые привязывали людей к батареи. Вот попросят вежливо вас, батареи привяжут, и паяльникам начинают выспрашивать, сколько у тебя денег, где лежат и так далее. И так всё, вы рассказываете им. А потом они вас отпускают, а вы всё подписываете, что надо. Если это у вас приватизированное жильё, то у меня-то не приватизированное, потому что меня бесполезно пытать. А оно государственное, что делать? А если вы успели приватизировать, то вас уже полезно пытать. Потому что вы с удовольствием откажетесь, что вот вам не сделали дырку в голове. Ну и таких у нас было очень много операций, вы, наверное, знаете. Рейдерские захваты, бандитизм, всё это. Поэтому люди, которые сейчас у нас составляют цвет, можно сказать, как говорят элиты. Элита – это худшее или лучшее? Скорее, Лоб. Элита. 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 А? Лучшее. Лучшее. А у нас разве лучшее сидят? Нет. Так это не элита. Это смотря по какой системе ценности. Как по какой? Всплывает наверх, что обычно? Как по какой? Не знаете, что всплывает? Что тут система знаний? Лучше, если надо где искать? На заводах, на фабриках, на космодроме, да? Может, в армии надо искать лучшее. А лучшее – это лудно. Надо держаться определением. Мы вот как с вами всё время действуем? Дали определение? Вы определение дали лучшее, а что, говорят, смотря где? Что это у вас за такое торговое отношение к науке? Может, с их точки зрения. А? С их дружесной точки зрения лучше. А это ваша точка зрения? Их. А у вас субъективизм или за истину? За истину. Ну, так если за истину, лучше – это не с точки зрения. А объективно лучше. Что нет такого? Объективно истины нету, что лучше. Лучше с точки зрения общественного прогресса. С точки зрения общественного прогресса эксплуатировать других людей хорошо? Плохо. Как плохо? Вы же говорите, с их точки зрения хорошо. Если с моей точки зрения хорошо вас эксплуатируют, понесёте мой портфель сейчас. Я не настаиваю их точки зрения. А, ну, видишь, раз он уже не хочет нести портфель, то уже не настаивает. То есть надо ставить определение и их держаться. Тогда будет всё хорошо. Вот надо так и действовать. Поэтому вопрос о политике, он очень большой, очень глубокий. И я думаю, что на лекции, которые я вам прочитал, мы его не исчерпали. Так, чтобы можно сказать, что этим… Хотя у нас есть политологический факультет. Он отделился от нашего философского факультета, чтобы не иметь в основе философии. И поэтому он как бы свою получил основу. А какая основа политологии? Никакой у них не оказалось основы. Но зато они сидят около Смольного, с задней стороны, при власти. То есть вход Смольного, знаете, там, где Маркс, Энгельс и Ленин. Вот через них надо пройти. А они там, где церковь. Сразу за церковью, как вы тут зайдёте, за собор. Вот там находится факультет. Там очень красиво. И то не было, сходите, потому что там такая архитектура внутри изумительная. Но народ там очень здорово умеет говорить, научен говорить. А вот по содержанию… По содержанию не очень там. То есть глубины нет. Потому что глубина, вот философская глубина предполагает владение чем? Всеобщими понятиями, которые мы сначала берём всеобщее, потом начинают применять к более конкретным вещам. А если вы все вообще не берёте, а вот, например, рассуждаете, как некоторые, с их точки зрения, с нашей точки зрения, с точки зрения вороны, с точки зрения сороки. Что это за наука такая, с какой-то точки зрения? Что это за новая? Что такое вообще-то ужас? Не стыдно. А? Не стыдно. Я вам раскаясь. Да, правильно вы делаете. То есть сердечное раскаяние смягчает, но не отменяет. Наказание. Ну вот. Ну вот будем считать, что мы в целом разобрались в этом вопросе. Но я думаю, что мы должны продолжить, потому что мы, что касается политики, ещё относятся, мы не рассматривали вопрос о политических партиях, да? О политических программах, о политических деятелях. Вот. И не рассматривали, так сказать, в целом политическую структуру современного общества. Не рассматривали вопрос о деполитизации, про которую некоторые говорят. Или про депортизацию, про политичность у нас не было речи ещё, да? Вот. А хотя вот некоторые вопросы такие, как вопрос об элите, это же обманные такие вопросы, заведомо называют элитой тех, которые осуществляют политику реакционного умирающего класса. Как же это, как у нас может повернуться язык, называть это элитой? Ну да, руководили, но мало ли кто. А у нас что, или у нас Горбачёв элита, или у нас Ельцин был элита. Что это за элита такая, которая разрушила Советский Союз? Псевоэлита. А? Псевоэлита. Нет, она не псевдо. Вот вы не можете сказать, что жулик – это псевдо-честный человек. Это вы слишком мягко его изображаете. А он жулик. Как же насчёт элиты? Элита – это самое лучшее. Элитное зерно – это самое лучшее, самое лучшее. Какие у вас основания говорить, что это самое лучшее? Это они, что у нас смертность превышает рождаемость. И это что, самые лучшие пришли руководство? Где тогда ещё было, что смертность у нас в России превышала рождаемость? А рост населения России за счёт механического прироста, что мы и русских, которые в других республиках принимаем и становятся гражданами, ну и граждан других республик, Киргизии и прочих. Вот сюда приезжаются гражданами. Да, у нас прирост некоторые есть, но не за счёт рождаемости. А что такое превышение смертности над рождаемостью? Это кто? Это элита организовала? Ну, ваша элита даёт. Спасибо за внимание, успехов. До следующего раза. Продолжение следует...